Всем привет! Сегодня мы поговорим о каких-то ресурсах, назовем так, о помогаторах. Что это за слово такое? Помогаторы, кто такие, что-нибудь делают? Помогаторы, помогайки, есть такое слово сленговое. Это название людей, которые помогают вам, в частности, в Турции, когда вы переезжаете, собирать какие-то документы, решать какие-то вопросы. Очень часто этим занимаются просто люди, которые здесь уже давно живут, скажем так, знают правила игры, куда пойти, где не знают, как сделать ИНН, открыть банковский счет, как подключить газ, свет, если вы в Новую Квейсию не знали, заезжая в квартиру, снимая просто ее в Турцию, вы официально получаете прописку, по которой подаете ВНЖ, документы нахождения безвизовой в стране, то есть условно визу, короче, в стране, и ваши там паспортные данные все вписывается, и вы на себя оформляете и свет, и газ, там, там, отопление, воду, все такое прочее. То есть вы официально как бы открываете аккаунт себе, регистрируетесь во всех этих службах и оплачиваете свои счета, да, то есть условно не оплодите и убежать, у вас такого не получится. Может быть, это не потребуется, если вы зашли в чей-то контракт, условно, у кого-то есть контракт, контракт в Стамбуле сейчас на квартиры полгода, год, но обычно вообще год, и кто не может прожить, например, год, или вы с риэлтором заранее, втихаря, назовем так, от владельца квартиры договариваетесь, что я там, например, на три месяца, на полгода, а риэлтор потом, когда вы съезжаете, находит, там, каких-то жильцов, которые клиентов других за вас потом доживут в ваш контракт. Вообще, это такая нормальная сейчас практика, потому что не все надолго приезжают, и тогда, вот, например, вы можете так попасть в квартиру, где уже открыт какой-то счет на кого-то, вы просто дальше по реквизитам его оплачиваете с банковской карты, там, или идете в отделение всякие, тут еще проблем с оплатой никакие, или даже в банкомате можете оплатить, у вас нет карточки. Короче, все это оплатить ЖКХ свое можно. Кто такие помогаторы? Вот люди, которые занимаются юридическими моментами, короче, помогающие, связующие звено здесь. Я хочу рассказать, что вы не думали, что это люди все могут, все помогут, за вас все порешают, потому что есть категория людей, которым проще заплатить какие-либо деньги, и за них решили все вот эти бюрократические какие-то, юридические вопросы в стране, не напрягаться, короче, тем более языка, когда не знаешь, и напомню, что турки далеко не все говорят по-английски, очень многих в госучреждениях по-английски не говорят, и когда наши люди удивляются, и типа, да что это фигня какая-то, почему не говорят по-английски, ребят, ну нет такого закона, что они должны на госслужбе какой-то говорить по-английски, это раз, два, придя в МФЦ или оформляя как иностранца, вот просто вы об этом не задумываете, в России много кто говорит в госслужбе и в учреждениях по-английски, у меня вот, например, муж-турок, приезжая в Россию, когда там делаешь визу на неделю, надо отмечаться, там больше недель находишься, надо было раньше, это было давно, сейчас не знаю, да, в МФЦ, короче, отмечаться, типа, или такую визу, да, свое нахождение в стране показывать, в паспортном столе, а потом это МФЦ стало, там никто никогда не говорил по-английски, вопрос ты задаешь, никто это никогда не ответит, я не знаю, может, в Москве, конечно, окей, но в провинции никогда этого не было, да, я, честно, у меня друзья с Москвы, кто сюда даже сейчас переехал, я от них никого не слышала, что там тут свободно, в госвуд именно структурах таких, хотел говорить на иностранном свободном языке, на английском, к примеру, ну, короче, это от людей зависит, от ситуации, на кого попадешь, и я их попадала, и когда они говорят по-английски здесь, в госструктурах, и когда говорят, или как-то пытаются, были люди, которые постарались, там, даже с гугл-переводчиком, в общем, короче, это такой фактор, ну, короче, не, знаете, не особо показывающие отношения к иностранцам, еще, чтобы наехали, вот эта вся история, как бы по-разному бывает, от людей это все больше зависит, но такого закону, что они должны и обязаны говорить на английском, в госструктурах, так, такого нету, так что, как бы, с этого ничего не возьмешь. По прапомогаторов, смотрите, они берут какую-то денежку, уники, процент, как правило, эту ставку они сами придумывают, называют, это среднее по больнице, в зависимости от услуг, что вам нужно помочь. Этот человек помогающий, да, он может вам помочь открыть счет в банке, например, он знает турецкий язык, договориться, может быть, знакомые какие-то есть, вообще, Турция это сват-брат, обрастать в контактах, и когда у меня сейчас знакомые друзья переезжают в Турцию, оказалось, что я кладезь информации, например, и контактов, и, ну, конечно, я со своих друзей никогда никакие деньги за это брать не буду, но мне говорят, Галя, ты, блин, у нас люди за это деньги просили, за эту информацию там, риэлторы, а как оформить банковский счет, я вам, кстати, в прошлом видео о новости Турции спокойно рассказала, как в Денисбанке счетов, говорит, никого помогать, они за это 100 долларов берут, не нужно, как купить там синку, например, и все такое прочее, как ее потом оплачивать. Как слить в квартиру, где что посмотреть, как подать ВНЖ, все это на ей комет-сайте, если что, перечень документов есть, вам этот помогатор, вот к чему прихожу, вы не думайте, что заплатив за помощнику по сбору документов на ВНЖ, вам 100% одобрят ВНЖ, они никак на это не влияют, вообще никто на это не влияет, даже Тур, который здесь живет, гражданин страны, вообще, наплевать, кто. Это решает госслужбы, госорганы давать вам ВНЖ или нет. Сейчас очень много отказов, даже если документы идеально собраны, просто делают отказ, потому что еще и поток людей очень большой. Тоже объяснение тому, кому подтвердят, кому нет ВНЖ, тоже нет никаких. То есть мы не можем залезть туда в голову госслужащих, которые сидят там у себя в офисе и принимают решение, помогать этому человеку, давать ему ВНЖ или нет. Так вот, помогатор по ВНЖ, что он делает? Он открывает, ну, знает список документов, это сами можете посмотреть на сайте ЕйКомет, там все на английском, русском и арабском языке. Список документов там есть. Вы можете сами пойти купить любую медицинскую страховку. Помогатор просто пойдет туда, где у него есть знакомый, где ему, может быть, сделают скидку или там проверенную какую-то фирму, с которой он, например, работает, если у него это как типа работа, помогать людям. Например, он собирает список документов, он вам говорит там, надо пойти сделать фотку на белом фоне для документов, вот в фотосалоне вот в этом, или он вас куда-то отведет, договорится. Это больше как переводчик, и человек знает, куда пойти, что сделать, но вы с ним сходите, в основном делаете все это рядышком вместе. Или он, то есть, берет подороже, все это сам все организовывает, если у нас там есть знакомые, да, то есть, условно, вам же где-то подписи, например, в той же медицинской страховке надо ставить. В общем, короче, он вам помогает облегчить, собирает там пакет документов, что-то говорит, помогает, например, взять рандеву встречи, если вы не умеете на сайте том же, но все это сами вы можете сделать без какой-либо помощи. Я акцентирую опять внимание, этот человек не влияет на принятие решения по поводу вашего нахождения в стране, давать вам вид на жительство или нет. Он только помогает облегчить вам путь по сбору документов, но вы сами все это можете тоже сделать. Далее, если вам уверяют, что вам пришел отказ по ВНЖ, ну, сейчас доплатите денег, мы разберемся, пересоберем документы и как-то повлияем на это, я бы усомнилась. Почему? Потому что подавать на следующий ВНЖ после отказа желательно через полгода, потому что они сейчас на полгода дают, там в базе обновляется по вам информация, и если вы подадите сейчас прям тут же опять на новую ВНЖ, вам скорее опять придет отказ повторный. Это человек, его разберя за это деньги, обещая вам это, вам это никак не гарантирует. Имейте в виду, не верьте, если вам говорят, что 100% вайс-вайс, даю тебе гарантию, тебе точно во второй раз точно дадут все ВНЖ. Он никак на это не влияет. Даже если у него там, не знаю, родной брат работает и сидит там, штампики ставит, одобрил, не одобрил, как-то анализирует. Еще. Открыть банковский счет. Вы можете самостоятельно. Помощь вот этого помогатора ему можно заплатить, если в банке работает его друг, подруга, родственник, который вас не только мимо очереди, например, проведет, а 100% вам откроет банковскую карточку. Потому что сейчас, видя просто паспорт СНГ или России в частности, просто говорят, ой, у нас карточки закончатся, мы не оформляем, идет вот такой отказ. Ну, честно скажу, когда вы скажете, что за русофобия или еще как-то можно назвать, вот, ребят, я уже столько насмотрелась поведения и в банках, и везде людей наших, что не хотят связываться просто. Очень многие с наездами хотят себе супер какого-то непонятного вообще с чего сервиса, нога на ногу, чуть ли не ноги там на стол, да, и просто связываться, знаете, дело не в том, что как-то вас там не любят, притесняют или еще что-то, боятся и не хотят связываться, потому что клиент может быть конфликтным, проблематичным, и что с ним насаться и так далее, если можно открыть карточки, те же банковские счеты, каким-то другим людям, которые, например, назовем так поспокойнее, да. И, условно, если вот этот фейс-контроль, так назовем, не был пройден, и вам могут отказать, ну, по какой-то причине, типа, у нас сегодня не работает, менеджера такого нет, не говорят точно нет, но каким-то образом съезжают с этой темы. Так вот, вот этот помогатор, если вам именно этот банк, именно вот это вот нужно, супер, короче, кровь из носа, то, пожалуйста, если у меня есть такие связи, он вам поможет. Если вам в этом, если у вас нет таких супер денег за это платить, я вам советую просто обойти гораздо большее количество офисов, банков, представительств, да, их, и попробовать где-то открыть. Скорее всего, на 5-10 вам где-нибудь, да, откроют, кому-то вы понравитесь и одобрят вашу заявку, скорее всего. Здесь дело чисто вот личного какого-то отношения, да, здесь такое есть. Но кто спрашивал, просят ли подписывать какие-то бумажки, что там, типа, я против, там, не знаю, политики, что-то такого здесь, как в Грузии в банках было, нет, здесь такого нет. Здесь просто стараются сливаться. Но еще частные банки, они, в принципе, боятся, я вам сразу скажу, почему вот этот страх есть. Не только, первое, это конфликтные клиенты с выпендрежами своими какими-то трудными, и второе, это частные именно банки, не государственные, они боятся открывать россиянам, русским гражданам, у кого гражданство российское, они боятся, что война просить не заканчивается, будут санкционировать, если у них большое количество русских, например, клиентов, открытые счета, да, санкции, которые с Европой, сейчас Америки в основном, Европа просто поддерживает американские санкции, они боятся, поэтому частные банки перестали обслуживать карты мира российской платежной системы, раньше прекрасно, скажем так, обслуживали, то есть частные банки никто не защитит, это частный бизнес. Государственные банки защищают, мы называем, Эрдоган, его партия, государство, которое там в международной политике что-то решает, кому-то обещает, торгуется и так далее. То есть, если вы хотите как бы больше в реальности того, чтобы вам открыли счет, идите в государственные банки. Очень часто кидают на деньги, сейчас еще помогаторство какое, обмен денег, обналичивание денег, вывести деньги, например, с какой-либо страны сюда в Турцию. Когда у людей нет банковских счетов, такой возможности, в телеграм-каналах всякие есть чатики по поводу вывести деньги в валюту, обмен денег и так далее. Но я бы, это все чисто на честном слове. Никакого этого человека, если вас кинут на деньги, не накажете, ничего не произойдет. Ситуация была неделю назад с моей знакомой из России, которая попыталась вывести деньги, ее кинули. Два раза она вывела, третий человек, другой, ее кинул на 200 тысяч рублей. Как это делается? Списывается с человеком в интернете, он говорит, вы мне на карточку в России перечисляете деньги, а я вам здесь, например, в Турции наличку выдаю, если человек встречается, или на карточку вашу турецкую, или, короче говоря, акцент этой операции. Здесь вообще очень часто так делают под санкционированными государствами, ну, с Ураном вообще, да, возьмем, которые под санкциями американскими, есть фирмы, которые здесь открыты, граждане, которые переезжают сюда, здесь про бизнес мы говорим в частности, можно найти человека, который тебе в другой стране на свой счет там положит деньги, а тебе здесь отдаст, так иногда компания какие-то оплаты производит под санкционные какие-то моменты, но вот в таком мелком в Телеграме и частным лицам это чисто на доверие людей. Вот она так деньги перевела на карточку, ее везде заблокировали. И своих денег уже в Турции она не увидела и не получила, и все. Максимум, что она смогла сделать, она смогла там в чатах где-то там администраторам написать, заблокировали этот аккаунт, но я думаю, что там администраторы тоже участвуют, скорее всего, как бы они пособниками не были, знают, что как происходит, поэтому реакции никаких. Честно скажу, этого очень-очень, потому что много, и условно, если ты пошел на такие риски, сам себе давая отчет, что такое может произойти. То есть, мы все взрослые люди, и как бы риски свои надо оценивать, что такое может произойти. Так что, а не надо обходить законы, еще делать нелегально и так далее. Вот тебе как бы на ухо и будет. Решайте сами, делайте выводы сами, да, делать это так, поступать или нет. Но я вас предупреждаю об опасностях, которые могут быть. Когда говорят, турки, они такие лживые, они обманут, на деньги кедают, смотрите, какие цены для нас подняли, и бла-бла-бла-бла. Ребят, турки по своей натуре, по своей культуре, исторически, давайте посмотрим в Османскую империю, это торгаши. И вот эти элементы продажи, договориться, как говорила, связи, сватбрат и всего прочего, они до сих пор в культуре укоренились, в менталитете людей, и они этим до сих пор живут. И вы это никуда не уберете, как и у других народностей, других стран, какие-то свои элементы есть культурные, так вот, турки-тургаши, и они торгуются, и слово торгаш не в плохом каком-то смысле, это такой элемент, где всегда можно договориться, всегда, что-то где-то можно поюлить, договориться, это зависит от вас, от вашей гибкости, лояльности, если будете более гибки, а не правдорубами в лоб и так далее, вам будет трудно в Турции. Если вы такой хитролисый и так далее, хитровыделанный, вам здесь будет комфортно, и вы договоритесь всегда с местными, вас никто особо не позволит себя обмануть, короче, ушки на макушке держим, но я вас хочу предупредить о том, что когда всякие риэлторы, помогаторы, открывание счетов, ВНЖ-оформление и всякое такое прочее, пожалуйста, не расслабляйтесь, когда с вами связывается и помогает носитель русского языка из стран СНГ или из вашей страны и говорит, они знаете, как подкупают, ой, а вы откуда, они сразу спрашивают, это чисто турецкий, а вы что, а вы как, ой, вы из этого города, ой, а у меня там тетя пососедствуют, они вас быстренько к себе располагают, вы не заметите, как вас кинут, как вам сядут на шею, как с вас, например, будут выманивать деньги, ой, вот здесь я вот, кто-то вам подсказал 100 долларов, я вам нашел квартиру 100 долларов, а вот тут риэлторские там та-та-та, а вы здесь вот столько попросят, а на самом деле это дороже, то есть дешевле стоило с вас взяли побольше и так далее, а вы думаете, ой, ну он же друг, но у него же там тетя, например, в Саратовской области со мной пососедствуют, что-то, блин, так что, ребят, те, кто с вами на одном языке говорит, они вас могут кинуть очень сильнее, чем турки, поэтому не надо быть, знаете, как, а я просто это слышу, мне вот это вот, например, не очень приятно слышать, турки фу б плохие, они нас там обмануть могут, а вот я буду доверять нашим, ребят, нет, вас обманут все, и наши, в кавычках, обманут еще больше, чем турки, они еще наглее будут, сама это все прошла, прожила, и пришла вот это мои личные выводы за годы, прожитые в Турции, чтобы вас меньше обманывали, надо ушки на макушке со всеми держать, более лояльными быть, хитренькими где-то, перепроверять информацию, перепроверять рынок, спрашивать другие цены, сравнивать и выбирать там, а вот так приехать, упасть кому-то в руки, заплатить деньги, и за вас тут все решат, и вам все помогут, есть такой вариант, классно платите, ну, знаете, вы потом со временем, обживясь и поймя правильные игры, поймете, что с вас пустили в три шкуры, в три раза дороже, и вы потеряли очень много денег, вот так скажу, и это не важно, турок это вам делает, или кто-то из своих, самое трудное, это переехать, оформить все документы, снять квартиру, вот после этого, вот вы получили вид на жительство, и в квартире сидите, можете выдыхать, все сложности, бюрократические, вот это все тяжелое, бегать, непонятно куда, что делать документы, оно в самом начале, затем вы можете расслабиться, поэтому соберитесь, аккумулируйте свою энергию, знайте, что сейчас тяжело, потом будет легче, переехали, все это оформили, расслабляем полочки спокойно, теперь наслаждаемся семитами, босфором, природой, фруктами, овощами, рыбкой, например, и так далее, кайфуем от этого, пока что, да, трудно, то есть не думайте, что во все, вся же инструкция, жесть, бюрократия, тяжело и так далее, нет, сначала тяжело, потом уже, когда ты, и вы еще опыта набираетесь, понимаете, как тут надо с кем общаться, правила жизни какие-то принимать, вам становится сразу легче, так что сильно не бойтесь, не пугайтесь, это не так все страшно, да, первое время трудно, потом будет легко. Спасибо вам за внимание, просмотр этого видео, ставьте обязательно лайки, пишите комментарии под видео, они продвигают это видео, в поиске большему количеству людей эта видео информация может быть полезна, помочь каким-то образом, распространяйте в соцсетях, там в чатах где-то кидайте, если вам нужна консультация меня как психолога, то в инфобоксе под видео моя почта, вот туда вы можете мне написать консультация, я вам пришлю условия, или вам нужна консультация по переезду в Турцию, какие-то общие вопросы задать и так далее, тоже можно сделать в формате консультирования. Спасибо за внимание, жду ваши комментарии, всем пока. Спасибо. Спасибо.